Вы знаете, что-то есть в моей натуре, я знаю с детства. Вот таким ежиком, раструбом, несколько увлечений. Вот я в детстве и радио интересовался, и химией. У меня такая была химическая лаборатория замечательная. И роман в 10 лет написал, послал в наш областной журнал «Пионер». Этот свой роман. Вот какая-то литературная такая стихия. Журналистика мы выпускали, очень интересный журнал «Муха». Вот такого формата в четвертиночку. И вот этим ежиком потом я и своими уже темами научными вот так тоже шел. В советское время я понимал, что очень много запретное. Поэтому мне так хотелось бы заниматься советской литературой и околосоветской. Нет, все-таки взял XIX век, там можно было писать по цензуре совершенно, ну не почти, совершенно свободно. А советскую нельзя было. Но мечтал об этом. И вокруг вот эти темы – это предметы каких-то наших испоров. Вот и утопия – предмет наших молодых вот этих разговоров тартусских в домашнем в основном кругу на наших застольях. И в том числе все-таки конференции уже были. И отсюда вот интерес к русской культуре в более широком смысле. И когда кончилась вот эта советская цензура, то я особенно вот как-то горячо схватился за эти темы, что теперь можно свободно писать. Поэтому я об утопиях вот написал откровенно, все, что только можно было написать. И вот обман, который давно у меня это сидело в связи с нашим интересом к розыгрышам, отсюда это пошло. И сейчас я дошел до советского периода. Вот я сейчас из Харькова получил просьбу написать о Щичебабине книгу, представляете? Вот я ее сейчас кончил. Уж не знаю, будет ли Харьков существовать при нынешней обстановке, где ведь вообще неизвестно, что на Украине. Но я к нему написал. В крайнем случае я ее у нас постараюсь издать. Я занялся вот нашей трагической литературой советского времени, поэзией. И у меня там вот Чичебабин, Юрий Кузнецов, его, так сказать, противоположность, совсем ведь другой трагический поэт. Абсолютно у нас неизвестный фактически Кочетков, автор вот этой знаменитой «С любимыми не расставайтесь». Какие у него есть трагические стихи, как? Я вот сейчас маленькую статью написал о Кочеткове, только что вышел том ученых записок, в Великом Новгороде умер у них Мусатов. Замечательный литератур и ветвь, памяти Мусатова, сборник. И я там вот краткий очерк о Кочеткове. Вот трагическая поэзия советского времени тоже вот сейчас мой как бы интерес. И, конечно, вот оглядка на нашу тактускую молодость. И поэтому я вот так много сейчас уделяю внимание вот этому трехтомнику нашей переписки. Понимаете, вот уйду я из жизни, и там десятки вещей никто не прокомментирует. Понимаете, есть вещи, которые только мы знаем, так сказать, мы помним. Ну, теперь мы – это я. Вот, а Лотман и Зара Минц, к сожалению, ушли. И поэтому я сейчас так спешу, пока еще живой, вот сделать это и выпустить этот трехтомник. Да, про Библию. Не я вез. Я с молодых лет, конечно, очень интересовался библейскими вещами. А когда вот стал заниматься грехом, страданием, правдой, истиной и ложью, то тут особенно ведь библейское это все вокруг. Слава Богу, вот у меня зять появился, православный богослов. Очень интересный человек мой зять, американский богослов. Вот, и я стал просить своих знакомых иностранцев, чтобы мне привезли симфонию к Библии. У нас ведь это была совершенно запретная вещь. И вы знаете, два раза моих знакомых на границе, так сказать, хватали и у них отнимали эту симфонию. И только при Горбачеве вот, наконец, один знакомый все-таки мне, знакомая женщина, привезла симфонию. Так что это не я привозил, и не Библия, а симфония. К Библии вот несколько было и запретов, и изъятий, а потом все-таки привезли. Слава Богу. Вот сейчас у меня есть симфония.